МОТОДЖИМ ХАНА 11 мужских и 4 женских команды из разных городов. Инновационное оборудование, олимпийские корты, профессиональное судейство. Корпоративный спорт тоже должен ощущать себя профессионально. Так считает советник министра спорта Российской Федерации Сергей Фомин, который прибыл в Саров на второй тур Кубка организации Госкорпорации «Росатом» по баскетболу 3 на 3. Соревнования объединили все дивизионы «Росатома». В таком формате чемпионат проводится впервые. Мы работаем в одном из самых спортивных городов не только госкорпорации и не только Нижегородской области, я думаю, и всей России. Это город Саров, потому что здесь очень большие, очень глубокие традиции физической культуры и спорта. Поймите, я говорю, физической культуры и спорта. А это сегодня очень важно, особенно в векторе последних поручений, которые дал наш президент Владимир Владимирович Путин на последнем госсовете. Это вовлечение как можно большего числа жителей, детей, молодежи в занятия физико-культурой. Гостями большого баскетбольного праздника также стали исполнительный директор ОНО «Атомспорт» Светлана Петрачина и заслуженный мастер спорта по баскетболу Никита Маргунов. В рамках Кубка по баскетболу спортсмен провел мастер-класс для саровских ребят. Когда происходит вот эта атомиада, так ее можно назвать, трудно такое мероприятие пропустить. Здорово, что в совокупности к таким соревнованиям проходит соревнование детский. Сегодня удалось провести мастер-класс, как его любят называть, но будем говорить такое маленькое тренировочное занятие, где ребята что-то новое для себя узнали, что-то почерпнули. Сейчас они как раз пытаются все применить на площадке. Баскетбол, безусловно, он массовый, он популярный вид спорта. Это игра, она захватывает, она интригует. Ну и как в любом виде спорта, она очень энергичная. Поэтому такой вот баскетбол именно 3 на 3, он популярен еще чем стал в нашей именно отрасли. Он, в принципе, получил такой новый вектор Министерства спорта. Принял этот вид спорта. Помимо взрослого баскетбола, на площадке стадиона Икар прошли детские и юношеские соревнования. Кубок организации госкорпорации «Росатом» прошел в 2 дня. После торжественного открытия, вручения подарков и пожелания успеха, баскетболисты начали разминку, а затем показали мастерство на кортах. Женская команда из города Леснова была твердо настроена на победу. Ну, месяца два мы встречались, тренировались. Тут, получается, сколько здесь тоже ходили, занимались на соседнюю площадку. Как вы вообще оцениваете соперников? Знаете ли соперников и знаете ли, насколько они вообще сильные? Нет, нам это и не надо. Мы все-таки надеемся и верим. В рамках баскетбольного праздника также прошли конкурсы с призами и подарками от партнеров. Проект Кубка организации госкорпорации «Росатом» «Оранжевый атом» запустили совместно с ОНО «Атомспорт» и Центром современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом». Строго соблюдать траекторию маршрута, не сбивать конусы, не выставлять ногу и, главное, преодолеть трассу в максимально короткое время. Все это основные правила мото-джимхана и спортивного испытания, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. В общей сложности каждый участник проходит по четыре круга – два тренировочных и два в зачет. За зимний период навыки вождения очень быстро теряются, поэтому в подобных условиях, особенно в соревновательных, опыт нарабатывается очень быстро. Фигуры довольно-таки сложные, запомнить их – это дополнительная сложность, поэтому все участники, находясь в таких условиях, прогрессируют очень быстро. И навык управления мотоциклом, он нарабатывается тоже очень быстро и помогает в городских условиях, в пробке. Этот вид любительского мотоспорта появился благодаря стремлению мотоциклистов довести технику управления железным конем до идеала. Несмотря на основной параметр – скорость, набрать ее участникам практически негде, а потому и приходится выцарапывать такие важные секунды за счет следования идеальной траектории вхождения в поворот. Чтобы победить в соревнованиях, нужно ехать, нужно ехать быстро, нужно не бояться поворотов, нужно пропитаться адреналином, азартом, следом и так. Очень хотелось увидеть всю мотоцикл Сарова, прокатиться и почувствовать вот этот вот дух большого соревнования. Многие приехали сюда не за первым местом турнирной таблицы. Мотоджим Хана – отличная возможность проверить свои навыки вождения, перенять опыт у других представителей мотосообщества или просто пообщаться. Максим Якубов мотоциклами увлекся еще в раннем детстве, и с тех пор они стали увлечением его жизни. На Мотоджим Хане Максим уже во второй раз. О своем железном коне мужчина отзывается с особым трепетом. Изначально эта модель была сделана для участия в ралли Дакар. И дважды предыдущая модель, карбюратор, дважды на них выигрывался Дакар, потом в связи с изменением регламента стали только гражданские такие мотоциклы делать. Это лучший мотоцикл в мире. Он самый красивый. Следующий этап Мотоджим Ханы пройдет в сентябре. Участников ждет другая траектория маршрута. Набранные ими баллы суммируют и определят лучших мотолюбителей города. Нарисовать за полторы минуты выдуманное животное, используя любые фломастеры. Первое задание секции творчества, в котором супергерои Леди Баг и Супер Кот помогали гостям Дня открытых дверей определить, к какому объединению молодежного центра они больше предрасположены. На другой станции IQ Человек-паук с помощью интересных логических заданий помогал ребятам понять, физики они или все-таки лирики. Я активиста венкоманды в молодежном центре. Сегодня у нас день открытых дверей в стиле Геройской академии возможностей. Прежде чем ребята запишутся в какие-либо объединения, мы с командой героев проведем небольшие тесты, чтобы проверить, в какой сфере деятельности у них есть свой талант, своя суперсила. Мы считаем, что у каждого человека есть свой талант. Мы хотим, чтобы он смог его раскрыть в молодежном центре. Кто-то хорош в спорте, кто-то готов покорять сцену своим талантом, а кто-то планирует добиться успеха в программировании и изучении английского языка. Все эти суперспособности гостям Дня открытых дверей помогали выявить супергерои. С любимым персонажем можно было также сфотографироваться. Были на празднике ребята, которые уже четко для себя решили, в какое объединение центра хотят записаться. Выбрал я направление брейк-данса, потому что с детства мне очень нравилось танцевать, родители мне это отмечали. И вот как-то пробовал себя в одних танцах, но что-то не получилось. И вот брейк-данс как-то меня очень сильно заинтересовал своими какими-то сложными движениями и какой-то масштабной активностью. Я бы сегодня хотела записаться в театральную студию «Театралка» или «Зеркало», тоже театральную студию, чтобы научиться вести себя красиво на сцене, возможно развить какие-то свои таланты. Участвую в секции КВН, потому что один раз я выступил, мне это довольно сильно понравилось, выступать на сцене, то есть шутить интересные шутки. После презентации объединений прошла запись в обучающие группы. Набор в объединении открыт и сейчас. Дополнительная информация по телефону 99-118. На стадионе Нижний Новгород начала работу система фан-айди или другими словами паспорт болельщика. Паспорт представляет собой электронный документ для идентификации зрителя. Специальную карту должны будут оформить все участники, зрители, персонал и представители СМИ. Подобную систему вводили на время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Действительно паспорт болельщика, который был на чемпионате мира, он отличался, потому что это был пилотный проект, который себя оправдал и был признан и в области спорта успешным и у нас в России, и за рубежом. Поэтому сейчас он уже разрабатывается под нашу систему, на все наши спортивные соревнования, которые будут проводиться в России. Паспорт болельщика необходим для посещения матчей российской премьер-лиги в сезоне 2022-2023. Первоначально фан-айди будет работать на стадионах в пяти городах – Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Паспорт болельщика призван повысить безопасность посещения крупных, значимых спортивных соревнований, которые у нас проводятся во всей Российской Федерации. Оформить его можно на портале госуслуг в разделе «Паспорт болельщика». Пользователю нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. При этом самостоятельно это могут сделать дети старше 14 лет. Болельщикам младшего возраста паспорт оформляют родители. После этого заявителю нужно обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения данных. Уведомление о статусе готовности придет в личный кабинет на госуслугах или на электронную почту болельщика. Паспорт болельщика идентифицирует любого гражданина, который приходит на спортивные соревнования. Приходя на спортивные соревнования, многие приходят как на праздник. И, конечно, желают его провести весело, хорошо и без всяких проблем и последствий, которые могут возникнуть. Карту нужно оформить один раз. В дальнейшем она остается в личном кабинете. Там же отображаются приобретенные билеты и абонемент. КОНЕЦ